друзья едем и по 108 наконец-то мы дождались что вышло солнышко порадовать своими лучами хотя бы на 2 на 2 часочка так как на часах уже без 24 еще каких-то два часа да и будут уже сумер если конечно опять небо не затянет и еще раньше не стемнеет но едем мы в сторону питера а там как говорится вроде бы иногда бывают белые ночи посмотрим но все зависит от чистоты на небе но эти белые ночи они бывают только летом а сейчас уже осень поэтому сумерки нас все равно ждут друзья ну вот и добежали мы до дмитровской объездной объездная которая идет вокруг города дмитрова уходим мы под стрелочку направо погодка у нас разгулялась на часах 16 09 вообще классно под вечер вышел солнышко но она ведет солнышко с перемешку со снегом то туча набежит то вдруг исчезнет вот впереди такие же у нас идут снеговые тучи сегодня прям как поздняя осень такая но солнышко конечно настроение поднимает на улице немножко потеплело за бортом 2 градуса тепла на асфальт весь сырой но зато новый ехать одно удовольствие только я поговорил про снег а он уж тут как тут и солнышко наше ушло за эту снеговую тучу впереди аварийчик идет екатеринбург подломился коллега видно идет не быстро полтинник у нас на спидометре надо где-то искать окошечек чтобы его обойти да снежочек не на шутку расходится у нас колокольня с церквью стоит далеко темная ночинка впереди-то из-за снега то вот это да только что был ясный день да друзья мы попали прям какой-то сквал это что-то на улице опять один градус тепла сейчас наверно даже на ноль упадет облака пустилась конкретно на землю я думаю что около леда то не должно туча прыгать но все равно надо дистанцию держать подальше да чудеса природы, чудеса погоды меняется через каждые 20 минут так ну вот и славненького речку мы пошли теперь простор к действию и 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 Субтитры подогнал «Симон» Друзья, въехали мы в Сысоево, обошли мы Дмитриев по объездной дорожке и здесь у нас прямо на наших глазах открывается на нашем маршруте Троицкая церковь. Как у нее сегодня блестят купола на солнышке, но правда здесь сейчас тенечек небольшой получился, солнышко-то есть, но на церковь пока лучи его не направлены. Да, спрятался на заточке как раз. Так, из Сысоева мы въехали в Горшково. Да, и теперь у нас вот так дорожка пойдет до самого города Клина. Такая вот узенькая, ну не сильно узкая, конечно, но зато асфальт ровный становитесь, подделали тоже дорожку. Так, Горшково у нас закончилось. Горшково закончилось, подможье началось. Стандартные кирпичные двухэтажные домики. Здесь вот уже четырехэтажные. Все из красного кирпича, а дальше уже пошли панельные. Классно, впереди небо чистое в перемешку с облачками. Но солнышко осталось немножко нам посветить, потому что время почти полпятого вечера. Еще какой-то час. Ну что ж, воспользуясь этим часом, как раз мы, наверное, должны пройти 108-ю и уже свернуть на Т-10, на Ленинград. Друзья, посмотрите, а здесь у нас целый городок детских аттракционов. Наверное, магазин или фабрика по производству. Так, слева у нас колокольня, церковь. Их название я не успел посмотреть. Ильинская церковь. Это проехали мы, друзья, с вами. Да, солнышко, конечно, нам немножко сейчас глазки светит. Но пусть лучше так светит, чем когда его вообще нет. Друзья, объезжаем мы поселок Рогачево. 1428 года основания. Вижу я вдалеке стоит красивый собор. Но он так далеко, что нам еще и на фоне темных туч его совсем не видно. А еще и солнышко с той стороны подсвечивает. Да, здесь улица Советская, 36 адрес. Складские помещения, похоже. Да, одни склады. Да, вот отсюда вроде бы с саппорта получше видно. Но все равно далековато на трассе. А так красивый новый купол у него на колокольне. Да, вот отсюда был получше видно. А солнышко у нас тем временем легло прямо на горизонт. И ехать сейчас, конечно, так очень неудобно. Постоянно свет яркий бьет в глаза. Объехали мы Рогачева. Едем мы в направлении на Клин. Батюшки тут что в Увете стоит. Рядом с Восковольной линией отдохнуть решили. Или электрики приехали. Вот тоже у нас церковь какая впереди красивая. С колокольней. Едем мы по поселку. Название сейчас я вам, ребятки, скажу. Что-то я проглядел. Покровское. Поселок Покровское. Какие тут дома дачи стоят с балкончиками. Так, и впереди у нас Клинский район. Но сегодня мы, ребят, через Клин с вами не пойдем. Сегодня мы за вражьей свернем на спасзоулок. Вот у нас почтальон в горном на лошади скачет на гербе города Клин. На Клин не пойдем, потому что там я посмотрел затруднения в самом городе с движением. А нам надо торопиться, ребятки, на Санкт-Петербург. Поэтому мне сейчас как бы как бы не хотелось с вами прогуляться по Клину и посмотреть на него из окна фуры. Но время сегодня не позволяет. Сегодня мы идем транзитом. Поэтому здесь мы свернем сейчас в Завражье направо. И я думаю, что по пустынной дорожке мы быстрее пробежим трассу, чем когда выйдем на М-10. Друзья, ну вот наш поселок Завражье как ориентир. В нем как раз сейчас стоит светофор. И на светофоре мы будем уходить направо в направлении на Спас-Заулок. Через несколько сел пройдем. И выйдем на трассу М-10 уже за Клином. Отсюда до Клина у нас показывает 14 километров. Ребятки, ну там идет сегодня воскресенье затруднение в движении. И я, чтобы сэкономить время, вынужден свернуть здесь. Здесь дорожка пустынная. Немножко, наверное, получится чуть подлиннее. Расстояние. Но сейчас мне навигатор рисует 610 километров до места. Сейчас повернем. Он должен перестроиться. И мы увидим, сколько будет по факту. До Спас-Заулка здесь 31 километр. Все. Наш зелененький. Поехали. Крутоват тот поворотик. Так, было 610 километров. Он перестроился. И оказывается, еще покороче. 607. 607. Даже на 3 километра тут получается короче до Спас-Заулка, чем через Клин. Я почему-то считал, что немножко дальше. Ну да, мы же тут немножко срезаем угол-то. Ваш коллега проехал тоже с Питера и идет, получается. Дорожка здесь, в принципе, в хорошем состоянии. Асфальт практически новый. Но то, что вот она немножко влияет и здесь ограничением по скорости, это да. и здесь уже, Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok